В этом видео в Африкат МКЕ мы посчитаем трехшарнирную деревянную клееную раму с использованием объемных конечных элементов. Итак, вот наша рама. В Африкат нет шарнирных соединений между элементами. Тем не менее, шарниры можно смоделировать, пользуясь тем, что в описании объемного элемента в калькуликс нет поворота вокруг узла. Если наложить связь только на одно ребро, как в этом случае, то конечный элемент будет свободно поворачиваться вокруг него. То есть получится шарнирная опора. Если у двух конечных элементов общие узлы будут выстроены на одной прямой, вот как вот здесь, или проще говоря, у них будет только одно общее ребро, то получится шарнирное соединение. Нужно помнить, что в таких узлах площадь контакта равна длине ребра, а потому будут возникать концентрации напряжений. Чтобы их сгладить, угол между гранями 3D-модели должен быть тупым. А на опорах их целесообразно скруглить. Полурама у нас состоит из экструдированного скетча. На дуги опоры обязательно должен быть дополнительный узел, из которого сформируется ребро, на которое будет наложена опорная связь. На ригеле также должны быть дополнительные узлы, из которых сформируются площадки, на которые мы наложим связи, обеспечивающие пространственную устойчивость в раме. Вот наше ребро для опоры. И вот площадки для связи пространственной устойчивости. Полурама была скопирована, развернута и размещена таким образом, чтобы ребра на коньковом узле совпадали. Теперь выполним булевое слияние и переходим в МКЕ. Создаем контейнер с расчетом. Решателем по умолчанию наслужит Calculix. Генерируем сетку конечных элементов. Добавляем материал. Это поле оставляем пустым, что значит, что всем элементам рамы будет назначен одинаковый материал. Наложим связи. Ребрам на опорах. Наложим связь по X, Y, Z. На площадке мы наденем направление выхода из плоскости рамы. Добавим собственный вес. Теперь добавим нагрузку. В Африкат нет привычного представления равномерно распределенной по длине нагрузки. Есть только некая сила, которая равномерно распределяется между объектами, которым она прикладывается. Поэтому, чтобы получить равномерно распределенную на регель нагрузку, мы должны сначала вычислить ее равнодействующую. и именно значение равнодействующей мы вводим в поле с нагрузкой. Далее распределяем ее между площадками на рингеле. Добавим направляющую. Добавим направляющую. И скорректируем направление. Вот мы получили равномерно распределенную по длине ригеля нагрузку. Все готово к расчету. Заходим в Calculix. Нажимаем «Записать файл задачи». И запускаем расчет. И запускаем расчет. А напряжение формируется, как и положено при трехшарнирной схеме. А напряжение характерное для изгиба. Присутствует только в карнизном узле. Присутствует только в карнизном узле. Стали видны ранее упомянутые концентрации напряжений. Но поскольку они невелики в данном случае, ими можно пренебречь. Увидим самые сжимающие напряжения. Если они не превышают расчетного сопротивления к клееной древесиной сжатию, то прочность достаточно. Аналогичную проверку выполним и для самых растягивающих напряжений. Помимо значений главных напряжений, мы можем посмотреть их компоненты в ловальной системе координат. Так, компоненты по ZZ это растягивающие и сжимающие напряжения вдоль волокон стойки рамы. А компоненты по XX это растягивающие и сжимающие напряжения вдоль волокон дигеля рамы. Результаты можно сохранить как картинку. Сохраним напряжение. А также добавим фильтр деформации. Масштабируем. Тоже сохраним. Теперь проверим устойчивость нашей рамы. Удалим эти результаты. Заходим в Calculix. Нажимаем «Записать файл задачи». Затем «Отредактировать файл задачи». Находим строку «Статик». И заменяем ее на «Бакл». В следующей строке пишем «Желаемое количество форм потери устойчивости». Я поставлю 5. Закрываем файл задачи. Не забываем сохранить изменения. И запускаем расчет. Вот наши результаты. Поскольку расчет ведется шагово-итерационным методом, первый результат – это нулевой шаг. А вот уже следующие 5 – это сами формы потери устойчивости. Информация об устойчивости выводится в файл DAT в виде коэффициентов запаса. Если коэффициент меньше единицы, то рама неустойчива. Если коэффициент больше единицы, то рама устойчива. Как видим, все коэффициенты больше единицы. Значит, рама у нас устойчивая. Рассмотрим первую и пятую формы потери устойчивости. Первая форма – это раскрытие карнизного узла. Пятое – выход из плоскости ригеля рамы. Но поскольку мы наложили связи на ригель, которые как раз препятствуют его выходу из плоскости, коэффициент запаса для этой формы у нас намного больше единицы. Добавим фиктор результатов и поместим в него одну из форм потери устойчивости. -то – закручиваем на рыбу уже не очень. Закручиваем маленький стиль. Сохраним его как картинку. А содержимое файла дат с коэффициентами запаса скопируем и сохраним как текст. Теперь у нас есть вся необходимая информация для конструирования рамы, кроме нагрузки на опоры. Чтобы получить реакцию опоры, опорный узел нужно нарисовать по принципу карнизного. По нижней грани башмака назначить связь жесткое защемление, которое выводит в файл дат нагрузки на опоры. Вертикальную реакцию это у нас FZ и горизонтальную реакцию, в данном случае распор, это у нас FX. При этом рама у нас будет деформироваться тоже как положено. Опорный узел тоже будет поворачиваться. Но при этом нужно помнить, что при такой конструкции узла концентрация напряжения будет во много раз заметнее по сравнению с крупным вариантом. Вот теперь у нас действительно весь набор необходимый для конструирования рамы и информации. Прогибы, проверка прочности, проверка устойчивости и нагрузка на фундамент. На этом все. Дякую за увагу.